Ряд саморских фонтанов преобразятся к новогодним праздникам. Сейчас их закрывают деревянным каркасом и полиэтиленом. Рабочие крепят конструкции постаментов так, чтобы не повредить поверхность обычного фонтана и установить фонтан светодиодный. Например, такой монтаж идет в сквере 30 лет победы. Работают специалисты и на склоне у площади Славы. Монтируют железные конструкции для самого масштабного светодинамического фонтана общим весом в 16 тонн. После того, как эти работы завершатся, начнут крепление 66 светодиодных сине-белых лент. Дополняют композицию семь вертикальных элементов северного сияния и полсотни шаров. Их разместят на разных уровнях световой инсталляции. По обе стороны от центральной лестницы склона. Как вода будет течь, она синий по бокам подсвечивается. Будет приливами, как вода будет течь. Там стоит контроллер у нее, управление. И то есть вот она по контроллеру передается, туда импульс, и по импульсу уже все работает. Самые трудоемкие работы на склоне у площади Славы планируют завершить в начале декабря. Все фонтаны будут подключать к электричеству поочередно по мере готовности после завершения монтажа и тестового включения. Контролирует работу новогодней иллюминации на улицах и площадях дежурная бригада Самара Горсвета. Элементы, вышедшие из строя, меняют на новые за 24 часа. Светодиодные фонтаны заработают у ДК «Нефтяников», в сквере «Речников», на перекрестке улиц Гагарина и Победы и на других территориях. Всего в 12 городских локациях. Каждую композицию монтируют отдельные бригады специалистов. Без новогодней иллюминации не останется ни один район города. Самарцы такому украшению любимого мегаполиса рады. Порадовать людей надо, ребятишек. Конечно, хочется радости маленько. У нас на революционную украшают. Хорошо. Едешь и радуешься. Вот как красиво. Иллюминационный декор будет повышать настроение жителей-гостей столицы региона всю зиму. Специалисты просят относиться к украшениям бережно, не забираться на постаменты и не портить конструкции, чтобы они прослужили как можно дольше. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.